Географическое и экологическое видообразование Бывают вопросы в тестовой части и бывают вопросы в части 2, где нужно описать процесс видообразования. В части 2 они звучат вот так. Например, опишите на основе эволюционного учения появление нового вида или появление вида какая-нибудь серая бугозубка. Или опишите на основе эволюционного учения появление какого-нибудь там орла, белобочник или как он называется. Вот. И нам нужно как-то это описать. Значит, зависит от того, какое видообразование у нас спрашивают. Вот если не уточняют, что у нас про экологическое идет речь, тогда мы по умолчанию считаем, что речь идет про географическое. Окей. Значит, какие этапы будут у видообразования? Какой первый этап географического видообразования? Изоляция. Ну мы должны с вами сказать, какая изоляция. Из-за физической преграды мы должны сказать, что сначала возникает физическая преграда. Физическая преграда. Эта физическая преграда приводит к изоляции. Изоляция между двумя образовавшимися популяциями. Что мы дальше говорим? О чем мы дальше речь ведем? О том, что в каждой популяции, вот, чтобы было понятнее, вот одна, так, это популяция птичек, одна, это популяция птичек, другая. Вот, а между ними преграда, гора. Все. Что мы дальше пишем? Мы пишем, что в каждой из популяций возникают мутации. Можно по-разному писать. Нам самое важное писать, что в каждой популяции происходит мутационный процесс. Ага. И эти мутации делают что? Делают этих животных приспособленными. Вот. Но так как мутации возникают свои и разные, то, естественно, отбор отбирает эти мутации. То есть пишем про мутации, пишем про естественный отбор. Приводит это все к чему? К тому, что в каждой популяции возникают свои признаки. Свои признаки и популяции начинают отличаться друг от друга. Так, 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 так. Альберт. Да, полезные мутации закрепляются в генофонде. Адаптация может лучше написать. Но когда ты все это написала, потом можно адаптация написать. Вот. Значит, мутация, естественный отбор. И, да, адаптация. Адаптация каждой популяции там к каким-то своим условиям. Вот. Дальше про что мы будем говорить? Про то, что генофонд каждой популяции изменился. То есть изменение генофонда. Но это как бы одно из другого все вытекает. Вот. Вообще. Ай, ладно. Убрали цифры. Изменение генофонда. Изменение генофонда приведет к чему? К тому, что... К тому, что... Что такое генофонд? А, Сергей, это все гены популяции. К чему приведет изменение генофонда? Сильное изменение генофонда? К тому, что особи двух популяций не смогут скрещиваться. Не смогут скрещиваться, то есть между ними возникает биологическая изоляция. Изоляция. Все. То есть, когда вы описываете географическое видообразование, репродуктивное, да. Еще лучше сказать репродуктивное. То есть, когда вы описываете географическое видообразование, вы должны начать с физической преграды изоляции, а закончить вы должны репродуктивной изоляцией. Вот, и где-то между этим, где-то в промежуточных этих стадиях вам нужно написать про мутационный процесс, про естественный отбор и про, как это, расхождение пути эволюции двух популяций. Вот, когда мы будем писать про экологическое видообразование, какие пункты у нас изменятся, что у нас изменится. У нас будет все практически то же самое, но изменится первый пункт, физической преграды не будет. В экологическом видообразовании у нас две популяции существуют на одном ареале, то есть там нет физической преграды, там изоляция экологическая. Поэтому, как нам этот первый пункт описать? Мы скажем, что часть особей занимает новую экологическую нишу, займет новую экологическую нишу. И можно написать, и возникнет там экологическая изоляция между ними и исходной популяцией. А дальше мы пишем все то же самое, да, то есть у нас будет различие в начале. Продолжение следует...